Партнер программы новости – Медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Во взрослую жизнь под далами-парусами более 700 анапских выпускников приняли участие в городском выпускном балу. За молодость и здоровье в «Анапе» весело и по-спортивному отметили День молодежи. Почти в сухую анапские футболисты разгромили сборную Абинска с небывалым счетом. Более 700 выпускников вступили на символическую палубу корабля под далами-парусами. Они немного грустили, потому что будут реже видеться с друзьями, но и радовались тому, что впереди новая взрослая жизнь. 108 юношей девушек получили медали. Их вручил глава города Сергей Сергеев. Церемония завершилась праздничным салютом. Фотография на память для всех желающих. Еще один бессменный символ образования. Книги с бессмертными героями русской классики. Глеб ассоциирует себя с Василием Теркиным, неунывающим солдатом. Он закончил 11 класс и рвется в бой. В седьмой школе решили, что их медалистов можно будет узнать по такой звезде. Раз на раз не приходится. Где-то легко, где-то приходилось попотеть, так сказать. Школьные медали – это дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Глеб хочет стать газовиком. Героиня романа «Война и мир» и сейчас близка по духу многим выпускницам. О золотой медали Камила задумалась в 10 классе. Решила поднажать. Теперь девушка планирует выучиться на экономиста. Для нее это не столько будущая профессия, сколько универсальное базовое образование. Это как скорее мечты, но я бы хотела поступить в Санкт-Петербургский государственный университет. Легкая ностальгия по детству и юности, расставание с друзьями, радость от того, что впереди будущее. Елена из учительской династии. Педагоги-родители, бабушки, дедушки. Девушка мечтает пойти по их стопам. Просто обожаю детей. У нас большая семья, очень много детей. Люблю с ними работать, дружить. Уже хочется вступить во взрослую жизнь, хочется быть самостоятельным, ощутить все вот эти вот кочки жизни. И быть взрослым человеком самостоятельным. Символический путь во взрослую жизнь по улице Горького. На театральную площадь, символическую же палубу корабля под алыми парусами. Юноши и девушки вступили в 20 часов 17 минут. В этом году 11 классы закончили 707 юношей и девушек. Из них 108 с медалями. Их вручил глава города-курорта Сергей Сергеев. Большинство из вас приняло решение продолжить образование. Мне, как главе города-курорта, конечно же, хочется, чтобы после получения образования вы вернулись обратно на малую родину и приложили усилия к ее развитию и процветать. И я уверен, что в большинстве случаев так и будет. Среди выпускников немало тех, кто хочет начать военную карьеру. Есть те, кто планирует выучить сразу несколько иностранных языков. Многие хотят стать врачами самого разного профиля, архитекторами. Список далеко не полный. И глава Анапы пожелал всем достигнуть намеченных целей. Сегодня в Анапе отметили сразу два праздника. День молодежи и Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Основные мероприятия развернулись в сквере Гудовича и скейт-парке. Молодежь на собственном примере показала, что вести здоровый образ жизни – это не только полезно, но и интересно. Подробнее в репортаже наших корреспондентов. Вот так зажигательно, ярко и динамично Анапская молодежь отмечает свой главный праздник, а заодно и день борьбы с наркоманией. В числе почетных гостей – городская администрация и представители силовых ведомств. Десять лет назад вот таких праздников не было. Не было столько молодежи, которая волновала данная проблема. А сегодня мы пришли к этому, что видим такой прекрасный праздник. И в следующем году он будет еще больше, еще лучше. Открыли программу праздничных мероприятий, спортивные состязания, готов к труду и обороне. Все желающие смогли сдать нормы в прыжках, в длину, отжиманиях и других спортивных дисциплинах. Алии Амзаевой всего 11 лет, но сегодня ее звездный час. Она подтянулась 9 раз, выполнив норматив взрослого человека. У меня хорошая подготовка. Я просто ходила на спортивную гимнастику. У меня первый взрослый разряд. Еще хочу пойти на танцы, на татарские. Я спортивный человек. Экстрим-площадка в нашем городе стала неотъемлемой частью жизни молодежи. Здесь регулярно проходят фестивали и соревнования неформального творчества, где каждый участник может показать свои способности в разных направлениях экстремальных видов спорта. Михаил Князев приехал на отдых из Красноярска. Сегодня вместе с местными ребятами принимают участие в соревнованиях по БМХ. Спортивный объект очень крутой. Я давно хотел побывать в этом месте, видел на видео. Впечатления тоже хорошие. Все дружные, все друг другу помогают. Это круто. А в сквере Гудовича развернулись интерактивные площадки. Для самых младших работал уголок художественного творчества, аквагрим и настольные интеллектуальные игры. Ребят постарше, специалисты Центра медицинской профилактики, приглашали в палатку здоровья, чтобы пройти специальный тест и проверить возможности своих легких. Все желающие читали стихи на площадке «Свободный микрофон» и участвовали в различных мастер-классах. Каждому нашлось занятие по душе. Впрочем, скучать анапским школьникам не придется. И на протяжении всего лета для этого управления по делам молодежи подготовлена целая программа. Во-первых, это работа в дворовых площадках, площадках по месту жительства. Они у нас работают в дворовых массивах, в спальных микрорайонах. Следующее – это наши походы, это наши тур-мероприятия. Очень важно, что ребята смогут уйти куда-то за город. Все маршруты абсолютно безопасные. Их вводит профессиональный инструктор. Также они могут себе позволить выйти в многодневные маршруты. Это является очень важным и ребята очень нравится. Реализуется программа «Велобум». То есть детки, которые не умеют кататься на велосипедах, не знают АЗОВ. Тур подготовки. Мы для них специально организовываем программу. На скейт-парке они смогут прийти, обучиться АЗАМ. И потом, опять же, в сопровождении инструктора, поехать закрепить эти АЗОВ. Впереди у ребят еще два месяца летних каникул. Кто-то найдет себя в спорте, а кто-то откроет новые хобби и увлечения. Ведь в Анапе созданы все условия для реализации себя в любых направлениях. Анапа посетил преосвященнейший Феогност, епископ Новороссийский и Геленджикский. 25 июня, в день памяти преподобного Ануфрия Великого, владыка Феогност побывал в храме этого святого. От имени главы города-курорта епископа приветствовал председатель совета Леонид Кочетов и замглавы Валерий Королев. Его преосвященство приняло участие в богослужении. По окончании молебна он обратился к молящимся со святительским словом, в котором поздравил прихожан и гостей храма с престольным праздником. Анапчане очень тепло приветствовали владыку и в свою очередь желали доброго здравия, благополучия и духовного процветания Новороссийской епархии. Еще одно знаковое событие в жизни православных анапчан. На часовне в строящемся храмовом комплексе в селе Субсех установили купол. Объект возводится с конца прошлой осени и, как говорят священнослужители, для такого нелегкого дела это достаточно короткий срок. Я благодарю всех вас, что вы, оставив свои попечения, пришли сюда, поднялись, увидеть, что здесь происходит, как мы трудимся, еще и молитвенно поучаствовать в этом благом деле. Давайте сейчас совершим чин освящения купола и крестов с тем, чтобы воздвигнуть купол и крест Господень на наш малый храм в честь святителя Игнатия Брянчанинова. Поможет нам Господь. Купол доставили из Ростовской области. Диаметром около трех метров и весом более 800 килограммов он теперь будет украшать малый храм комплекса в честь святителя Игнатия Брянчанинова. Перед установкой купол и кресты осветили по всем правилам. Этого события с нетерпением ждали все жители Субсехского сельского округа. Мы сможем здесь покрестить детей своих, сможем прийти и пообщаться с Господом, с Субсехским на работу. Действительно прекрасное событие в этот замечательный летний прекрасный день. Всех с праздником. Установка заняла около получаса. Несмотря на сильный ветер, массивный купол установили с ювелирной точностью. По окончанию строительства основного здания начнется благоустройство прилегающей территории. В планах также обустроить здесь небольшую парковую зону. Анапа представила свои рекреационные возможности журналистам, освещающим Кубок конфедерации FIFA 2017. В Сочи на площадке медиа-центра начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму Дмитрий Ерохин ознакомил журналистов с туристским потенциалом Анапы. Только в прошлом году город принял в общей сложности более 3 миллионов 900 тысяч туристов. Из них полтора миллиона дети. Анапа продолжает оставаться главным российским детским и семейным курортом, самым подготовленным и безопасным для этого вида отдыха, подчеркнул Дмитрий Ерохин. Уже несколько лет Анапа лидирует по числу так называемых курортных факторов. Их на сегодняшний день 12. На территории Анапского района существуют разведанные и функционирующие 36 скважин с минеральной водой. Это 18 видов минеральной воды. Из них 6 видов питьевые, 12 видов больниологические. Это для принятия ванн, для различных медицинских процедур. Также у нас существует и функционирует 6 общегородских, общедоступных питьевых бюветов, где эта вода предлагается посетителям. И 18 бюветов на территории санаториев. Также у нас активно используется в лечении местная козелтажская грязь. В Козелтажском лимане у нас идет грязь и добыча. И на протяжении уже 110 лет именно лечения минеральной водой Анапской, Семигорской и лечения анапскими грязями у нас успешно практикуется на курорте Анапы. На сегодняшний день на курорте функционирует 36 санаториев. 29 из них работают круглый год. Кроме того, Анапа продолжает совершенствовать отельный сектор. Сертификацию прошли 890 средств размещения. 76 из них работают по системе «Все включено». Футбольный клуб Анап разгромил команду Изабинска в домашнем матче межмуниципального турнира на Кубок губернатора. Соперникам удалось забить гол престижа. Впереди обновленный состав анапчан ждет более серьезное испытание. Анапчане доминировали на поле с первых минут. Капитан команды Сергей Кумпан, который выступает под вторым номером, иногда в буквальном смысле ввел свою команду вперед и в итоге открыл счет в первой 10 минутки. Здорово. Я прочувствовал этот пас и пошел и забил. Отличное чувство получилось. Гол забили, все повели. Хоть немножко расслабились. На момент игры команда «Абинска» на восьмом из 12 мест в турнирной таблице. Анапчане стабильно в первой тройке. Впрочем, в активе соперников победа над одним из лидеров – командой «Родина» из Калининского района. Главные тренерские установки на этот матч – играть в одно-два касания и активнее двигаться. Новый состав анапской команды собрался в начале сезона. Капитан-юрист, есть водители, предприниматели, рабочие. Удалось хоть немножко сбить коллектив, в основном из местных ребят. А так, пока еще, конечно, далеко до того, чего хотим. Планы – выигрывать каждую игру, каждый эпизод в игре, каждую секунду, каждую минуту. В первом тайме анапчане дважды успешно разыграли стандартное положение. Виктор Михайлович – болельщик со стажем. На футбол приходит с соседями по двору. Я люблю, уважаю ребятишек, как они стараются, понимаете. Они же от чистой сердца. Они не заради, там, денег интересов. Просто для людей делают приятные люди. В итоге мяч побывал в воротах гостей 10 раз. В ходе игры абинцам удалось забить мяч в престиже. Впереди девятый тур, а уже 28 июня, в эту среду, здесь же на стадионе «Спартак» пройдет матч 1-8 Кубка Краснодарского края. Анапчане сыграют с сочинцами. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» колбаса «Ветчинная» 209,90. Сосиски «Родионовские» 269,90. Сервилат «Российский» 319,90. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая 93А. Крымская 98. Амелькова 28. И Астраханская 75А. По прогнозам синоптиков, 27 июня в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 29 градусов, ночью стопик термометра опустится до 21 выше нуля. Ветер северо-восточный от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 22 градуса. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова